Здравствуйте! Это программа «Страна Росатом». Расскажем о последних событиях атомной отрасли. Новое судно появится в составе Атомфлота. Его начали строить на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге. Многофункциональное судно атомно-технологического обслуживания, сокращенно МСАТА, необходимо для работы в районах Арктики. Сейчас рабочие режут первый металл. Далее расскажем о том, как кипят работы по сооружению новых атомных ледоколов проекта 22-220. Напомню, атомоходы Якутии и Чукотка также собирают на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге. Этот гигант по праву носит свое имя. Самый большой ледокол, как самый большой регион России. Якутия. Длина более 170 метров. Это почти как два футбольных поля. Высота с 20-этажный дом. И главная особенность атомохода – он способен пробивать лед толщиной до 3 метров. Сейчас Якутия готова на 82%. И скоро вместо судостроителей здесь появится экипаж – 54 человека. Это у нас двухместные каюты. Вот, давайте посмотрим. Здесь двухъярусная кровать. Имеется санузел, душ. Экипаж у нас здесь чувствует себя как дома. Ну, конечно, самое комфортабельное у капитана. У него там порядка более 10 помещений. Готовится рубка, да? Да, да, да. Давайте сходим. Шахта лифта пока достраивается, так что поднимаемся практически на самый верх по лестнице. Мы взлетаем с лицикл ледокола Якутия. Это капитанская рубка. Как мы видим, пока ведутся работы, но совсем скоро здесь появятся пульты управления. А вот эти ограждения уберут, и здесь откроется прекрасный вид на арктику. Капитан, вы сюда выходили? Да, конечно. Капитан здесь был, уже там кое-какие замечания давал. На ледоколе также есть тренажерный зал, бассейн и даже кинозал. А это – будущее столовое. Это буфетная первая, вторая и раздатка. Там устанавливается у нас плитка. А это мечта всех промышленных туристов. Павел Дурасов проводит для нас экскурсию в машинном отделении. Это сердце энергообеспечения ледокола. Здесь находятся турбогенераторы, которые получают произведенный пар от реактора и за счет главного генератора вырабатывают электричество. Основная, наверное, гордость у этого ледокола – это то, что он практически весь стоит из российского оборудования. То есть импортозамещение у нас отработало практически близким их 100%, скажем так. На Якутии сейчас проходят швартовные испытания. Они продлятся до конца года. Потом – ходовые испытания. И в путь по Северному морскому пути. Как и три предыдущих атомохода – Арктика, Сибирь и Урал – уже в льдах. На стапелях сейчас и четвертый серийный атомоход «Чукотка». Сейчас у нас есть уникальная возможность увидеть сердце ледокола, его реактора. Вот, они оба уже установлены здесь. У ледокола в серии 22-220 сразу два атомных сердца. Это реакторы «Ритм-200». Два реактора нашего ледокола могут запросто запитать электроэнергией. Небольшой населенный пункт вокруг помещений выкладывается защитная оболочка, предотвращающая радиационное заражение. Уже и красоту наводят. Приводим в порядок территорию вокруг реактора. Чувствуешь себя частичкой чего-то такого великого, мощного. А мы спускаемся вниз, ближе к реакторам. Перед нами одно из внутренних помещений вокруг реакторных установок. Соответственно, здесь мы видим погруженное оборудование. Где-то оно частично уже смонтировано. Соответственно, это все системы, которые обеспечивают работу реакторной установки. Сейчас Чукотка готова на 48%. Ее планируют спустить на воду в октябре этого года. И уже на воде продолжится достройка. Начали строить и следующий ледокол «Ленинград». Впереди строительство Сталинграда. Время же до отправки атомоходов в большое плавание. Здесь считают по секундам. Те, кто здесь, для нас, ну, наверное, да, это все-таки что-то больше, чем в работе. В продолжение темы развития северного морского пути. Груз к этой трассе теперь будут доставлять из Москвы железнодорожным транспортом. Первый арктический экспресс отправился в Архангельск, чтобы затем доставить груз по СМП в Китай. Это событие – итог подписанного соглашения между Росатомом и Китаем на полях прошедшего в июне в Санкт-Петербурге экономического форума ПМЭФ, а также очередной шаг в раскатке северного морского пути на восток. Мы говорим о начале регулярных контейнерных перевозок, которых, по сути дела, в международном варианте до этого не было на северном морском пути. Регулярные контейнерные перевозки – это соблюдение расписания и возможность перевозить, по сути дела, любые виды продукции в контейнерах. Морская транспортная артерия востребована. Грузопоток по СМП растет. Только по итогам прошлого года, напомним, международный транзит превысил 2 миллиона тонн груза. В этом году ожидается новый рекорд. А далее в кратком видеообзоре расскажем о других событиях атомной отрасли. На Ленинградской АЭС досрочно забетонирован фундамент здания реактора нового 7-го энергоблока. Строители опережают график работ на 2,5 месяца. На следующем этапе рабочие нарастят толщину фундамента здания реактора еще почти на полтора метра. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди посетили павильон «Атом» в Московском парке ВДНХ. Знакомство с историей развития отечественной атомной отрасли – часть российско-индийского саммита. Напомним, «Росатом» на данный момент строит в Индии 4 энергоблока по российскому дизайну проекта ВВР-1000. В Координационном центре правительства Российской Федерации прошла стратегическая сессия. В ней принял участие глава Росатома Алексей Лихачев. Обсуждали обеспечение технологического суверенитета по нацпроектам «Новые атомные и энергетические технологии» и «Новые материалы и химия». На площадку сооружения АЭС «Эль-Деба» в Египте доставлено устройство локализации расплава для энергоблока номер 3. Это первое крупногабаритное оборудование, после установки которого становится возможным дальнейшее сооружение шахты реактора. В парке ВДНХ завершила свою работу выставка «Форум Россия». Особую роль в экспозиции сыграл павильон «Атом». За большой вклад в популяризацию выставки, по ее итогам награжденный Росатом, в церемонии благодарности принял участие исполняющий обязанности директора Департамента коммуникации Госкорпорации Андрей Тимонов. В МГУ Саров началась приемная кампания. В этом году в филиале запланировано 80 бюджетных мест по пяти разным направлениям. Подать документы на магистрские программы можно до 20 июля. Также открывается набор на новую программу специалитета, совместно разработанную физфаком МГУ и филиалом МГУ Саров. Будь уверен в завтрашнем дне. Наши выпускники работают на ведущих предприятиях Росатома. Здесь зажигаются звезды науки. Открыт прием документов. Переходи на exam.sarov.msu.ru В Калининградской области стартует строительство жилого городка для сотрудников первой в России гигафабрики накопителей энергии. Они будут возведены в городе Неман. Атомщикам передадут 150 квартир. Будущие дома планируют достроить в следующем году. Нам показался Неман таким правильным местом для жизни. Он такой небольшой, но он такой теплый, он такой исторический город. Также при поддержке Росатома в Немане начался масштабный ремонт городского стадиона. Обновленная арена будет соответствовать требованиям для проведения футбольных матчей или соревнований по легкой атлетике. Продолжается и строительство самой гигафабрики. На площадку в Калининградскую область в помощь рабочим съехались 20 бойцов студенческих строительных отрядов атомной отрасли. С теми будем заниматься здесь выполнять монтажные работы, арматурные, бетонные, шлифовальные работы, сварочные работы. Для начала хочу пробовать быть одним из тех, кто занимается строительством, а в будущем уже конкретно заниматься производством литий-ионных батарей. Напомним, крупнейший в стране завод литий-ионных аккумуляторных батарей с проектной мощностью 4 гигаватт-часов в год обеспечит потребности отечественных производителей электротранспорта в тяговых литий-ионных батареях, а также будет выпускать стационарные системы накопления энергии для электросетевого комплекса и промышленных предприятий. В одном из вузов страны впервые открылся Центр аддитивных технологий «Росатома». Его открыли в Томском политехническом университете на базе передовой инженерной школы. Центр имеет статус общего доступа. Это позволит студентам и действующим специалистам проходить обучение и создавать различные изделия аддитивным методом из пластика и металла, а также проводить исследования на 3D-принтерах, напомню, разработанных и произведенных на предприятиях «Росатома». Позволяет нам перерабатывать широкий спектр материалов, изготавливать детали из металлов, из полимерных материалов, из композитных материалов. Мы можем перерабатывать гибкие материалы, резиноподобные. Еще одна важная задача нового Центра – это разработка отечественных материалов и технологий 3D-печати, а также тестирование российского 3D-оборудования, которое уже сейчас позволяет реализовать полный производственный цикл от разработки модели до контроля качества напечатанной продукции. Семья семей под таким названием в павильоне «Атом» в Московском парке ВДНХ прошел фестиваль творческих традиций. В нем приняли участие 22 семьи из атомных городов. Как лучшие творческие семьи «Росатома» демонстрировали свои таланты наравне со звездами российской эстрады, расскажет мой коллега Александр Алешин. 22 творческих семьи из 13 атомных городов. Давайте с ними знакомиться. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы семья Рыбачевых из Нововоронежа. Творческая семья. Пять детей у нас. 10 лет брака и пять детей за 10 лет. Мы сочиняем тексты, пишем музыку, снимаем клипы, сами же поем, сами выступаем. Мы семья Платоновых. Мы работники Смоленской атомной станции. Живем в маленьком городе Десногорске. Мы, кроме того, что работаем на атомной станции, увлечены народным творчеством. Изучаем старинные инструменты. У нас семейный ансамбль. Мы семья Мартишовых-Черемушкиных из города Трехгорный. Мы поем народные песни, играем на баянах, играем на ложках и других фольклорных инструментах. Когда мы все вместе занимаемся танцами, мы большее время проводим друг с другом, а не разбегаемся по своим делам. Я рисую эскизы моделей, потому что мне это нравится. И я выбираю не просто из фантазии головы рисую. Я смотрю на природу, вдохновляюсь нашим Кольским полуостровом. Эти фестивали, такие семейные, конечно, они сплочают семьи, объединяют. Мне кажется, основное – это объединить творческие семьи Росатома, объединить их в атомную семью. С чего начинается Родина? Родина начинается с семьи, традиции начинаются в семье. И это здорово, что территория культуры Росатома этот фестиваль сделала хорошей традицией. На этом выпуск новостей завершен. До встречи через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова